Всем привет! Меня зовут Аня. Если вы впервые на моем канале, добро пожаловать на канал Skyness Girl. И сегодня у нас очередной выпуск пустых баночек. Я их накопила по максимуму много. Вот полный пакет, дырку набить. Немножко шум за окошком. Очень жарко уже на балконе. Это первое видео на разбалконе, которое я снимаю. Поэтому извините за шум. И давайте уже начнем. Буду рандомно брать, потому что здесь совершенно разные продукты, от которых я уже хочу избавиться, все это выбросить. Первое, что у меня очень давно было и не могла допользовать, я его замораживала сначала, потом опять оттаивала. В общем, держу поэтому в салфетке. Это вот такое масло кокосовое для всего. Написано для кожи и волос, но я использую исключительно для кожи. Нау еще заказывала на iHerb, то есть ему где-то 2 года. Здесь всего 89 мл без запаха. Вот все писали, что он с запахом. Ну как, кто-то почувствовал, видимо, его я не почувствовала, но увлажняла хорошо. Вот я зимой его допользовала на кожу тела, потому что она сухая. Несколько масочек. Смотрите, вот первый раз вот такую масочку, из нее что-то вытекает, такую использовала. Мне ее подарили, но неудобно. Вот на носу она делается топорщица. В принципе, я вот тут разорвала, потом и носила как тканевые патчи обычные, то есть неплохо. Это корейский. Еще одна корейская маска. Вот такая. С коллагеном тоже хорошая, недорогая. Брала в магазине Lamelle. Там же я брала вот такую маску от какой-то Dr. F5, что ли, я не знаю, тоже с коллагеном. Интенсивная лифтинг-маска. По-моему, я ее сегодня использовала даже или вчера, короче, на днях. Прям вот она вверху лежала. Хорошая масочка, прям после нее настолько увлажненная кожа была. Здесь прям такая белая сыворотка. Крутая. Мне понравилась больше чем-то. Но еще больше мне понравилась вот такая маска от бренда Stellar. Здесь было три этапа. Первая, то есть это была сыворотка, по-моему. Вторая маска, а третья крем. Да, вот они здесь. Первая сыворотка с гиалуроновой кислотой капает, поэтому я их сохранила. Сыворотка была классная, маска была классная. Самая классная была крем. Крема мне хватило на два или три раза. Вообще классный кремушек. Единственный, ну такой запах средний, но вот увлажнение у всех, у всего продукта классное. Она и называется мезотерапия, ультра интенсивное увлажнение. Вот, так что присмотритесь. Следующее, что у меня здесь закончится, очередная палочка от Пала Санта. Всегда их беру на Озон. Вот, обожаю. У меня что-то здесь точно протекло. Блин, а что у меня протекло? В общем, буду класть на пол. Протекло прям на это. Это вот такая соль. Очередная заканчивается. У меня морская розовая соль для ванны с эфирным маслом апельсина. Сейчас у меня с розмарином. Также я брала с пихтой. И на подарок я много дарила. Вот прям вот эти я заказывала. Это килограмм целый. В золотом яблоке берут по бюджетной цене. И вот все, кому я дарила, тоже оценили этот продукт. Следующее. На самом деле не закончила, вылила. Это тоник, который мне понравился. Все было хорошо. От Суани Коко. Суани Коко. Не знаю, в общем, корейская. Мульти Солюшен Витамин Тонер. Такой вот по совету Вики Ковка Закет брала когда-то. Он мне действительно понравился. Он такой без запаха, обычный тоник. Но вот срок годности уже давно вышел, поэтому не успела. Очередной ароматизатор для помещений. Обалденный. Второй раз берем этот и буду брать только этот. Потому что это нереально круто. Здесь яблоневый свет, сочная дыня и пломбир. Если вы видите, попробуйте, пахнет как парфюм. Прям сладкий парфюм. Не хуже. Еще одна маска вот такого плана полукруглая с витамином С. Тоже неплохая, но не вау. Следующие патчи вот такие закончились. Мои любимые. От Петит. Черненькие. Сейчас у меня точно такие же. Обожаю их. Беру в магазине Ламель со скидкой. Они всегда вот со скидкой приставлены. У сына закончилась вот такая полоска для рта. У него тот возраст, когда он начал интересоваться этим. Вот этот именно не понравился вообще. Он ждал прям, как он закончится. Это что у нас? Тутти-фрути. Но он пах мятой жутко. Но он пахнет и жвачкой вроде таким Тутти-фрути. Да, жвачкой. Но имя-то сильно отдавал. Поэтому взяла сейчас другой. Следующий. Любимейший кондиционер от бренда... Какой он? Леон. Вот такой взяла Джульет. Сейчас у меня другой. Вот беру только от них. Потому что обожаю их. Они с эфирными натуральными маслами и концентрированы. Поэтому чуть-чуть прям добавляю. Прям тут все расписано. По-моему, это корейский или японский. А вот я не помню. Сейчас посмотрим. Японское средство. Беру на Валберес. Заказываю. Вот такое средство. Тоже японское. По-моему, тут уже стерлось. По-моему, японское тоже. А брали мы в магазине в Тюмени. В посудоцентр или что-то такое. Все для дома. Не помню. Сакурой. Вот. Очень крутой. Такой огромный объем. 1 литр. Сейчас у нас другой зелененький. Вот не помню, с чем. Зелененький брали на Озон уже. Вот такая большая баночка закончилась. Надо, кстати, повторить обязательно. Это Spa Detox Relax Epson. Английская соль. Вот. Для сына лучше ничего нет. У него болят постоянно ноги. 10-3 килограмма. Беру только вот этой одной фирмы. Всегда перепробовала много. Но вот заказываю на Валберес. Еще одна маска. Вот эта мне очень понравилась. Но я ее пробовала уже раз в 10-е. Она потрясающая. Крутая. Фольгированное черное золото от Skinlight. Так. Следующее. А вот это средство мне не понравилось. Это вот такие патчи. Вот этот бренд я люблю. Брала от них и маски. И тканевые патчи. Которые называются Professional. Наверное, Skidgood. По-моему, я их даже оставила показать. Они прозрачные, с рисунками были. Но они абсолютно ничего не делали. Вот они вообще ничего не делали. Я пробовала разные фирмы. И по разной цене. Но вот они ничего не делали. У мужа закончился вот такой интересный гей для душа. Очень красивый дизайн. Брали на Озон. Антистресс с экстрактом хмеля и солода. Я им пользовалась тоже. Сейчас хочу вспомнить аромат. Тут уже... Но он такой отдавал баней. Вот что мне понравилось. Отдавал он баней. Именно такой вот сауной, баней. Поэтому понравился и ему, и мне. У ребенка закончилась от морики до реки. Вот такая пенка цветная для купания. Зеленая была. Очень надолго ее хватило. Ребенок довольный. Купался. Поэтому крутая штучка тоже. Краска для волос. Каждый раз покупаю именно ее. Посмотрите видео про волосы. Там рассказывала. Вот. От Капос Геалуроник. Всегда беру. Следующий. Шампунь. Наконец-то я добила его. Потому что маска у меня закончилась давно. Но я говорю не наконец-то добила. В плохом смысле. Он мне очень понравился. Это Лореаль Профессион Пролонгер для длинных волос. Либо если вы хотите отрастить волосы до длинных. 300 миллилитров. Хороший шампунь. Брала со скидочкой. Золотом яблоки. Приятно пахнет. Очень понравился. Но маска вот быстро закончилась. Шампунь нет. Масло. Гидрофильное. От Art Infact. Сегодня я спасла одну девушку от приобретения этого масла. Сейчас расскажу почему. Вот вы видите. Немножко есть. Сначала я использовала где-то вот столько масла. Мне все нормально было. Я чувствовала что-то не то. Но я пользовалась. Думала. Ну наверное я что-то не поняла. Это кстати российский бренд. Который я очень уважаю. Но вот масло у них отвратительное по мне. Не смывала ничего. После него мне приходилось проходиться мицелляркой. Потом умываться. В общем не могу найти сколько тут объем. Но оно маленькое. Наверное 100 миллилитров. Может меньше даже. Я его использовала для мытья кистей. Для мытья кистей он зашел идеально. Дозатор. Все есть. Но масла вообще никакое по мне. Следующее. Обалденный. Самый любимый крем для рук. К сожалению сейчас у нас нигде его не продают. Последний раз я видела в метро. Но сейчас и в метро его нет. От Камиль. Это германский такой крем. Салоя Вера еще был с чем-то другим. На Озоне они не доставляют в наш регион. Я его уложила в Визбранное. Но вот если вы увидите 100 миллилитров. Это самый питательный. Самый увлажняющий крем. Который приятно пахнет. И все делает что надо. Вот такая маска для ног от бренда Фрудия. От бренда Фрудия. Это корейский бренд. Который я тоже очень люблю. И вообще я хочу рассказать немножко предысторию. Раньше я всегда брала маски от Skinlight для ног. Это именно кислотные маски. Которые отшелушивают вашу кожу. И потом после Skinlight все-таки хотелось пробовать новые. Брала другие. Брала даже от Сусо вот эти носочки. Ничего мне не сделали. Другие мне тоже ничего не делали. В общем взяла эти. Думаю ну блин эти точно типа крутые. Точно все что надо сделают. Маска носочки для педикюра с ароматом персика. В общем типа полное обновление кожи. Всего за неделю. Как и все обещают. Ничего не сделала. Точнее она чуть-чуть сделала. Все остальные маски кроме Skinlight. И теперь мне как работают на мне сейчас. Они просто вокруг пальцев кожа вот меняется. А на пятках, на стопе нет. На самых таких основных местах. Но вот Skinlight мне делал все. Поэтому наверное я все-таки вернусь к Skinlight. То вот эти были единственное красивое. Они полурозового цвета были. Но огромный размер. Очень огромный. А вот тут не написано кстати был какой размер. Потому что у Skinlight прям написано было 35-40. А вот эти мне кажется 40-42. Вот у меня 39 они мне были гигантские. Просто на два размера. Паста Sensodyne наверное. Свежий страв. Очень понравилось. На ночь я люблю чистить именно вот такими травяными штучками. Для чувствительных зубок. Пилинг от Lador для кожи головы. Обожаю. В миниатюре беру и в полный размер. Всегда у меня практически они есть. Здесь 15 грамм на три раза хватает мне. Любимейший крем от PAYO. Я не знаю какой это тюбик у меня. В общем. Я использовала его когда два года назад. Когда вот мы ездили на отдых на юг. Ну то есть не на море. А вот в Белгородскую область. И там жуткая жара была. И вот я думала что он будет мне тяжелый. Но нет. На ночь я его и днем использовала. Под SPF. И вот он отлично себя повел летом. В жару. И отлично ведет себя зимой. Вот зимой я его использовала. Я люблю именно в таком формате. Не в банке. Вот в таком. 30 миллилитров. Баночки 50. Вот обожаю. Брала их тоже по скидкам. Урвала. И брала сразу два. Один у меня в запасе. Так. Что нет еще? Еще немножко. Сейчас у меня вот в ходу такое мыло. Которое мне подарили от EFRA 6. Земляника. Очень вкусно пахнет. До сих пор упаковка. И ванное оно пахнет. Но есть единственный минус у него. Что оно прям вот как обычное мыло. Сильно как сказать. Вот это белое от него отходит. То есть постоянно надо мыльницу мыть. Немножко неприятное вот это. Но запах вкусный. Следующее. Так. Сейчас использую вот такие сыворотки для глаз от Clorance. Я использовала ее в такой же штучке и для лица. В свое время сейчас у меня полная версия для лица этой сыворотки. А для глаз шла в подарок. В наборе вот таких 7 штук. То есть как бы имеется ввиду на неделю. На 7 раз. На самом деле вот этой штуки хватает на 3 раза. Вы вот так разламываете. Отсюда белый кремушек. Вот это. А отсюда сыворотка. Их нужно смешать и нанести под веки. Очень удобно для дороги. Я использую несколько штук. Остальные ставлю на дорогу. Потому что это очень удобно. Не на особо таскать крема. Сразу выбрасываете. Вот. Написано 0,9 миллилитров здесь. На самом деле вот говорю на 3 раза спокойно хватает. Хорошая вещь. Мне нравится под глаза и обычная сыворотка. И декоративные продукты у нас здесь осталось. Два геля. Для бровей. Один супер классный. И один супер ужасный. Попробуйте угадать. Пауза. Самый классный гель для бровей. Это люкс визаж. Вот я его беру постоянно. Супер сильная фиксация. 12 часов. Да, он быстро грязнится. Быстро приходит вот в негодность. Вроде он есть. Но невозможно уже. Потому что он уже такой, знаете, оставляет белые следы. Удобная щеточка. Все классно. Все идеально. Смотрите. Практически прозрачный новый гель. Вот видите. Вот он новый. От Influence. Его все так хвалили. Я думаю, ну возьму. Во-первых, у него ужасная щетка. Она пластиковая. Она твердущая. Но это еще не все беды с этим гелем. Он после второго применения оставляет белый налет на ваших бровях. После второго. То есть вот этот у меня под конец так делает, когда пора менять. Но тут сразу. Поэтому я терпела, 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 терпела. И прочесывала. И каждый раз мыла эту кисточку. Залазила, потом опять мыла. Но не хочу опять дифирамбы этому гелю. Но он мне не понравился. Другие продукты от Influence есть достойные. Но точно не этот гель. Следующий. Мой любимый бренд Vivienne Sabeau. Как я обожаю их тушь. Но здесь полный провал. Очень красивые две туши. Очень. Смотрите. Тут я переклеила эту бумажку. Ну, в общем, безумно красивые. Эксцентрику и гротеск. Гротеск и эксцентрику. В общем, вот это вообще провальная, которая гротеск. Она очень красивая, безумная. Но посмотрите, щетка провальная вообще. Она пластиковая, дубовая, неудобная. Она... Короче, она ничего не делала. И потом я приноровилась сначала ее наносить, потом ее. Но к вечеру у меня все отпечатывалось. У меня ресницы не держали вообще вот форму саму. Хотя у меня ресницы вообще непровередливые. Вот это. У ней более-менее удобная щеточка. Получше. Она тоже пластиковая, но хотя бы, знаете, не такая малюсенькая. Ну, вот поэтому выбрасываю. Больше не куплюсь на это. Буду брать стандартную кабаре. Но вот точно не вот эти. Все. Пустой пакетик. Сегодня мы с вами быстро управились. Большие молодцы. Спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока. Пока-пока.